Так, ну что, всем доброго дня, доброго вечера. Мы будем менять правый привод на BMW E46 318. Это двухлитровый N46 мотор. Разница в том, что на четырехцилиндровых приводы имеют разную длину, нежели на шести, даже на тех двухлитровых. Для того, чтобы поменять привод, мы сейчас проделаем следующую процедуру. Во-первых, вот мы подготовили инструмент. Нам нужны ключ E12, чтобы открутить и закрутить, собственно, сам привод к редуктору. Большая головка на 38. Сейчас, где-то она тут у нас была на 30. Вот она, эта головка. Соответственно, мы на всякий случай берем трещотку для этих же E12. И мы подготовили ключи на 13, для того, чтобы открутить стабилизатор. Дело в том, что без съема стабилизатора у нас не получится нормально вытащить привод. Ну, сейчас мы подготавливаем, снимем колесо, продолжим кадр. Болты на 13. Это стабилизатор. Открутим с двух сторон. Отодвинем стабилизатор. Потом открутим 8-6 болтов с головкой E12. Открутим его от привода. И открутим ступичную гайку в наружные гранаты. После этого снимем, поставим новую. Ну, сам процесс. То есть, я думаю, откручивание стабилизатора мало интересен. Здесь сквозной болт. Болт с гранями на 13. Поэтому сложного ничего нету, если не ловить лицом ключи. Вот он, один пошел. Вот, откручиваем второй болт. Вот. И теперь стабилизатор просто опускаем. Вот этого нам вполне хватит. Далее. Уберем ключик E12. И откручиваем болты крепления внутренней гранаты к редуктору. Выкрутили, значит, все шесть болтов. Вот они, с внутренней гранаты. Теперь у нас задача открутить вот этот болт. Не смотрите, что он короткий. Головка на 38, многогранная. Вот. И для полного счастья, ну, отверткой мы фиксируем через отверстие в суппорте вентиляцию привода. Ну, как бы, я это вижу так. У кого диски без вентиляции, ну, скорее всего, лучше было бы сорвать это до того, как выкручивать внутреннюю гранату. Я себе это могу позволить. Скручиваем гайку. И вытаскиваем привод. Как-то это было в прошлый раз полегче. Вот он, старый привод. Собственно, решили мы его менять, потому что у него, ну, есть люфты. Как на внешний, так и на внутренний. Самое главное, потому что прежний хозяин, выбивая его из ступичного подшипника, ну, у нас есть такое предположение, немножко срезал резьбу. Таким образом, мы не могли нормально законтрить гайку. Ну, в общем, на этом приводе мы его оставим про запас. Вот, берем, значит, новый привод, который мы заказали с разборкой с Японией. Достаточно хорошего внешнего вида. Практически, не практически, он вообще без люфтов. И с новыми болтами. Ну, не с новыми, с его родными. Соответственно, с родными шайбами. По состоянию пыльника, как бы, лезть туда мы не будем. Что внутренний, что внешний. Они вполне в нормальном состоянии, без трещин, без ничего. Есть предположение, что там есть заводская граната. О, заводская смазка. Единственное, что мы сейчас сделаем, это медной пастой, медной аэрозолью пробрызгаем вот это вот место, которое входит в ступичный подшипник. С той целью, что в следующий раз, когда мы ее будем доставать, чтобы она сильно не приржавела. Таким образом, мы спасем себя от матерных слов и от выбивания привода из посадочного места в ступичном подшипнике. вставляем Все обратно. Вот эта разница в расстоянии нас беспокоить особо не должна, потому что машина вывешена, подгоняем и наживляем новые болты. Все, мы от руки затянули все шесть болтов. Теперь, в соответствии с ТИСом, мы должны затянуть их, протянуть моментом 64 ньютон на метр. Причем, ТИС нам не сообщает никакой информации по поводу диагональной протяжки, поэтому мы пойдем по кругу. Значит, с той же головкой на Е38, но, как нам говорит ТИС, момент 250. К сожалению, у нас на динаметрическом ключе есть только 210, но мы предположим, что мы сейчас затянем до 210 и дальше чуть-чуть подтянем уже рукой. Ну, я предполагаю, что вот так где-то будет 250. Теперь наша задача – расконтрить гайку. ТИС, конечно, нас уговаривает под это дело брать новую гайку, но мы этого делать не будем. Мы используем старую гайку, поскольку можем обратить внимание, что контрилась она в других местах на прошлом приводе, поэтому можем свободно ее законтрить в наших местах. вот, контрить мы будем обычным зубилом. Ну, в принципе, я думаю, вот так вот вполне достаточно. Момент и так достаточно сильный, вероятность, что гайку сорвет. Вот, ну, я думаю, минимальная. Не тот двигатель, чтобы сливать эти гайки. Теперь мы ставим колесо, снимаем ее с домкрата. Таким образом машина будет стоять на ровной поверхности, и нам будет гораздо проще поставить стабилизатор на место. Поставим на место стабилизатор. Уши должны попасть, соответственно, в посадку с двух сторон. Втулки стабилизатора, конечно, не новые. Болтом вовнутрь. Нажимаем с двух сторон. И так же ключами на 13. Все протягиваем. Все. Процесс замены привода закончен. На этом приводе, я думаю, можно спокойно ездить. Теперь пора задумываться, скорее всего, о левом приводе. Поскольку, а, и вполне возможно, оно в редукторе. Ну, ладно. Ну, собственно, что. Спасибо авторазборкам из Японии.